Какие горнолыжные курорты Европы самые доступные по цене? Бюджет поездки очень скромный, это нормально сейчас, но хочется хоть раз побывать на хорошем европейском горнолыжном курорте недорогом. Прямо вот так капсом. Насколько это реально? Уверен, что это абсолютно реально. А тебе слово, ты вздохнул. Да, я вздохнул, так как я опять ковыряюсь в цифрах и ценах. Вот, это уже мой конек. Поэтому я тебе скажу, что если у вас очень крайне ограниченный бюджет, то необходимо обратить внимание в первую очередь, естественно, на Болгарию. Банско? Болгария, Банско, Пампарово и Боровец по Софии. Но все-таки рекомендовал бы Банско, потому что курорт сам находится, то есть редкость для горнолыжных курортов, когда взлет на полоса, хотел сказать, подъемник прямо начинается фактически с центра города. То есть довольно сам по себе отдых недорогой, бюджетный, добраться туда довольно легко самостоятельно на автомобиле. Тоже мы это обсуждали с тобой. Можно, да, от Софии по болгарским дорогам, можно от Салоников, если прилететь через Грецию, добраться. По-разному можно. Это если пользоваться услугами, что в принципе рекомендовано. Потому что быстрое перемещение. На Новый год будут обычно от наших партнеров всегда 2-3 чартера. Это с конца декабря по середину января на новогодние рождественские праздники авиачартеры. Также будут автобусные туры. Тянуть, я так понимаю, нельзя уже. Нет, горнолыжку выкупают все сразу и заранее. Те, кто в этом деле понимают, те, кто катаются, они ее бронируют заранее. Потому что когда тебе в середине декабря, либо в начале декабря достаются отели с 5 плюс делюкс президент звезд, и когда ты понимаешь, что 300 евро в сутки, это все-таки 300 евро в сутки, а не вот тот маленький двузвездочный отель у дяди Васко, у дяди Наско, там за 5 евро за коечку, вот прямо халабутка, которая стоит возле подъемника, ты начинаешь жалеть о том, что ты не подумал об этом заранее. Поэтому рекомендуем задуматься о бронировании любого горнолыжного курорта, не только Болгарии, но заранее, пока есть места. Ну ладно, это Болгария. А не ограничивается все Болгарии, как я понимаю, по цене? Нет, конечно, я сказал про самый бюджетный, на мой взгляд, отдых, потому что цифры с бюджетного отдыха Болгарии, тут их никто перебить не может, она находится недалеко, консульский сбор невысокий, недорогой, это все-таки страна Евросоюза, открывается виза идеально. Добраться до Болгарии можно пятью способами. Поездом, автобусом, автобусом, поездом, самолетом, личным автотранспортом, как хочешь. Проконсультируйтесь сначала, правда, у наших коллег, агентов сети «Агент с горящих путек» по расположению поселочка, потому что Банска есть Банска, а там существует разлог поселок, еще какой-то поселок, и где какой отель, я столкнулся с чем. Берешь отельный комплекс, хороший, цена небольшая, написано Банска. Выясняешь подробности, он находится в 12 километрах от Банска. Ну, то есть он входит в комплекс курорта Банска, и вот так его продают, да? Как бы да, в Банском районе, скажем так. То есть он тоже замучаешься каждый день в 12 километрах в одну сторону. Нет, скибас ходит, да? Но все равно ездит. Нет, не ходит. Это, перейдем дальше, это далеко не Польша, не Андорра, где скибас ходит конкретно, где можно доехать. Поэтому здесь уточняйте у агентов, непосредственно рекомендую по гостиницам, находится ли не в зоне в черте города, сколько метров, 500-300, километр-два, это норма, нормально. Это прогуляться по свежему воздуху вполне. Все остальное уточняйте, потому что придется тратить дополнительно на такси, либо местный транспорт, который тоже вроде бы страна недорогая, но топливо около 2 евро за литр, такие транспортные услуги стоят. На втором месте я бы выделил по стоимости, скромности, бюджетности и качеству. Это Польша и почему-то тут не упоминают Словакию. Высокие и низкие Татры, две соседние с нами страны, тоже визовые сборы 35 евро, визы открываются хорошо. Отличные горнолыжные курорты, да, они несколько дороже, может быть, там процентов на 20 стоимости услуг. Скипасы непосредственно сами стоят плюс-минус 2 евро одинаково, что в Банско, что в высоких-низких Татрах, либо в Закопаны, в Польшу. Сами туры тоже, в принципе, они довольно недорогие. И в Словакию, и в Польшу очень популярны. Автобусные туры из Киева, из Львова, из западных областей нашей страны, куда можно доехать комфортно, сначала на поезде, а потом буквально часов за 4-5 доехать непосредственно до курорта. Без напряга, в общем-то, практически. Абсолютно без напряга. Стоимость тура тоже очень бюджетная, и много денег не потравить. Слушай, вот тут один из экспертов упомянул Турцию в качестве доступного горнолыжного курорта. Ты знаешь про это, что ты говоришь? Да, конечно. Скажи мне. Я никогда не рассматривал в этом смысле Турцию. В Турции отмечаются 3 основных популярных горнолыжных курорта. Это горные районы на северо-западе этой страны. Это Паландыкен, Улукдак и Сарыкамыш. Единственное, что затрудняет туда попасть, это все-таки идет авиаперелет в один из аэропортов регионов. И примерно там трансфер может быть от 3 до 6 часов в эти горные районы. Но трассы тоже там современные, каталки отличные, разные типы, синие, черные. То есть для начинающих, для спецов все это есть. All-inclusive, как на югах, не распространен фактически. Есть, скажем так, фуллборд, трехразовое питание. Потому что туда все-таки люди приезжают кататься, а не лежать на шезлонгах и пьянствовать. Правильно ты выразился? А не пьянствовать. Но трехразовое питание там включено. В принципе, наиболее распространено полупансион. Завтрак и ужин покушал, уехал на трассу. Там у тебя глинтвейн, там у тебя баранинки, обеды, перекусил, докатался, вечером приехал. Сауна. То есть там полноценные очень крупные отели, со спа-процедурами, с массой отдыха. И снег там тоже есть, он там тоже долго лежит. Программы в Украине, а также запрашивать у своих агентов, у коллег нашей сети. Начинаются перед Новым годом и длятся они примерно до февраля месяца. В зависимости от сезона. В принципе, на Новый год 100% они будут. В зависимости, захочет ли оператор продлевать программы по этому направлению, то они могут длиться до февраля, до марта месяца тоже. Они доступны. Стоимость примерно, могу сейчас тебе сказать, от 700 долларов на человека, одни на 10. Это так, 3 плюс 4 звезды, с перелетом. О как. Неплохо. Так, и это самое бюджетное, что можно вот так вот на всту сказать? Ну, еще мы обошли стороной прекрасную страну, которую я очень люблю, это Андорра. То есть она все-таки попадает в бюджетную воду, да? Ну, мы же как с тобой говорим, бюджетная, понимаешь? Ну, дешевле всего. Ты когда подразумеваешь слово бюджетная, дешевле всего. Ну, примерно 200-300 евро у меня есть, то я тебе говорю, тогда тебе в Словакию на автобусе, либо в Банске езжай на автобусе. Хорошо, а у меня есть, допустим, 500-600. 500-600 евро, тогда, пожалуйста, опять же, через наши регулярные вот эти вот выходы, которые я делаю с сегодняшнего дня несколько раз в день, лови Андорру, которая... Можно поймать Андорру за такое, за эти деньги? Да, она в стандарте стоит примерно... В стандарте она стоит 900 евро. В момент горения Андорра, я помню, стоила 600-650 евро. Можно попасть, да? Да, можно слетать через Барселону в Андорру. Ну, это просто сама по себе страна волшебная, потрясающая. Горы всегда, ну, лучше город, бывает только города, но Андорра, допустим, даст фору по красоте и по мироощущению. Все-таки пусть на меня не обижаются те, кого мы уже перечислили. Андорра, она в этом плане... Еще лучше. Еще лучше, да. Лучше Андорры в плане каталки, только профессионалы согласятся со мной. Это только вот зоны во Франции, в Австрии и в Италии. В Сирне-Итали. Ну, и там уже, конечно, совсем другие цены. Они никак не бюджетные, но каталка там отличная. Рекомендую тоже обращать на это внимание. Итак, коснулись мы курортов. Опять-таки, понятие бюджетности понятие достаточно относительное, как вы понимаете. И сейчас вот несколько цифр мы озвучили в долларах. Да, мы, к сожалению, сейчас вынуждены озвучивать цифры в долларах, чтобы не гулять и не путать друг друга родной валютой. Да, надо было пересчитать. Примерно 10 тысяч гривен. Итак, мы ставим на первое место по бюджетности Болгарию, очень доступную. Затем у нас идет Словакия, Закопаны. В зависимости от оператора и места выезда. Турция. Ну и Андорра на закуску, скажем, таким гурманам, которые хотят еще и посетить... И Андорру еще нужно поймать. Жирону, Барселону, Фигерас, либо Каркасон во Францию съездить. Все, 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 ты начал экскурсии. Хватит, хватит. Нет, но эта возможность тоже сохраняется, находясь на горно-рышке Андорры, ты можешь это сделать. Окей.